Авторадио Поздный праздник Перед вами самый первый самолет ВВС России, а заодно и вообще первый в мире серийный самолет Формант-4, вернее его точная копия. Этим аэропланом управляли все военные летчики с 10 по 18 годы. Говорят, Сергей Павлович Королев связал свою судьбу с небом после того, как увидел именно Формант-4. Сегодня энтузиасты и просто любители авиации с гордостью заявляют, им удалось повернуть время. Время вспять, оживить умершую легенду воздуха. Это аэроплан, который впервые увидели жители Российской империи в 2010 году. Пионер нашей авиации Сергей Ставич Уточкин прилетел на нем, привез его из Парижа, показал публике на авиашоу. Затем был тур по городам Российской империи. Это первый аэроплан, на котором состоялся перелет между городами в Российской империи, Санкт-Петербург, в Гатчину, с которого есть пошла русская авиация или авиация в России. Повернулось время вспять и за пределами ангара. Свыше 200 тысяч человек, затаив дыхание, наблюдали воздушный бой двух самолетов времен еще Первой мировой войны. Фокер и Ньюпорт-17. Десятилетия мировой истории авиации здесь пролетали за считанные минуты. Вот в небе уже легенда Великой Отечественной Як-3. Это он нещадно громил противника в небе. А уже чуть позже в небо взмывают и иностранные гости. Итальянская Фречо Триколоре сначала окрасила небо на Джуковским в национальные цвета, а потом начала заигрывать с публикой. Опустившись с небес на землю, эти бравые парни и здесь купаются в любви зрителей. Как признаются сами пилоты, несмотря на феерию их программы, здесь они на вторых ролях. У российских коллег многому еще нужно учиться. Мы с огромным удовольствием приезжаем в Россию. Здесь нас очень любят и мы тоже очень любим вашу страну. Вообще мы довольно часто пересекаемся на подобных авиашоу. Но везде европейцы гордятся тем, что вытворяют экспрессивные русские парни на МиГ-29 и Су-35. А это уже пилоты из Великобритании «Красные стрелы» поздравляют своих российских коллег. Затем поляки, эстонцы и, наконец, в небо взмывают один за другим гордость российской авиации – Т-50 и МиГ-29. За полетом этих крылатых властелинов неба наблюдали все пилотные группы – ветераны ВВС и, конечно, десятки тысяч зрителей. Но особенно активно наблюдали китайские журналисты. Объективы их фотокамер были едва ли не больше их самих. Своё уважение к новейшей российской авиатехнике высказали ведущие мировые державы, а немцы в этот момент даже заговорили по-русски. ВВС России – это мировая марка. Лично меня эти парни очень впечатляют. В воздухе они могут абсолютно всё. Это шоу, которое мы видим сегодня. Взаимное признание в любви пилотов и зрителей. Итак, столетие ВВС отмечено широко и с размахом. Величие и мощь продемонстрированы, мускулами удалось поиграть на славу. Вот только первые серийные образцы этой самой новейшей техники появятся на вооружении ВВС не раньше 2015 года. Президент Путин, приезжавший в Жуковске в субботу, пообещал поставить военно-воздушным силам к 2020 году более 600 самолетов и тысячу вертолетов. Ударная предстоит пятилетка. Ну а пока нам остаётся только раз в год, затаив дыхание, с гордостью наблюдать за тем, как крылатые властелины неба соревнуются со звуком в скорости, а заодно за тем, с какой нескрываемой завистью иностранцы смотрят на завораживающий полёт Т-50, только от звука которого мурашки бегут по коже. Сергей Страхов, Вадим Савин и Андрей Граль. Авторадио. Москва.